Приветствую вас, друзья! Всем рыбы! С вами снова Антон, канал Акваферма. И сегодня мы постараемся сделать детальный обзор замечательного мероприятия, которое проходит у нас здесь, в городе Санкт-Петербурге. Выставки Sea Food, пятый уже по счету, которая проходит у нас здесь, в Экспофоруме, под Пушкиным. За моей спиной находится стенд FAR. Кто не знает, это аббревиатура Федеральное агентство по рыболовству. Это самое главное такое огромное федеральное агентство, включающие в себя все остальные и глав рыбводы, и территориальное управление. В общем, все то, что образует нашу замечательную рыбную отрасль в стране. И сегодня мы с вами поговорим о том, что именно представлено на этом стенде. Итак, друзья, предлагаю обзор стенда начать с небольшого интервью. Сергей Владимирович Ермаков представляет стенд. Если я правильно понял, за нами макет плавательного средства, судно. В общем, расскажите, что за нами. Ну, именно за нами сейчас находится полнофункциональный тренажер, навигационный тренажер с элементами промыслового модуля. Так как все-таки мы на рыбопромышленном форуме, да, то есть, если помните, что сказал Конфуций, рыбак дважды моряк. Здесь судоводители выполняют задачу как обычные навигационные, на симуляторе на этом тренажере, так и задачи поиска облова рыбы. Сейчас непосредственно как раз стоит трал там, и участник соревнования начинает выборку трал. Я понял. Если я правильно понимаю, ребята, которые сейчас это делают, это как раз студенты, которые после окончания обучения вот будут тем же самым заниматься только на реальных уже судах. Ну, вы здесь немножко ошибаетесь. Непосредственно рулевой сейчас, да, студент, но у него вспомогательная функция, а саму промысловую операцию осуществляет специалист стравового флота с Керчи, с города Керчи. То есть здесь специалист. То есть сейчас здесь находится человек, который этим же занимается и уже сейчас, ну, скажем так, в полях. Да, да. Просто сейчас его выдернули специально, чтобы здесь он мог продемонстрировать это всем посетителям выставки. Ну, чтобы поучаствовать в конкурсе, продемонстрировать, чуть позже мы, думаю, организуем мастер-класс как раз для студентов и по использованию тренажера. И, в принципе, все, что связано с травлово-лова, всех задач он будет рассказывать, показывать, тренировать. На данный момент он является участником конкурса, выполняет конкурсную задачу. Понятно. Моих зрителей и вообще, я уверен, аудиторию интересуют следующие вопросы. Вот часто говорят о том, что все-таки приблизилось человечество уже давно, много где об этом пишут, к пику того, что может дать нам дикая природа, что дикой рыбы будет становиться только меньше, и актуальность новых каких-то судов, которые будут тралом добывать, соответственно, водные ресурсы, она должна, исходя из этого, падать. Вот на данный момент количество людей, которые предполагают дальше работать в этой отрасли, количество судов, вкратце, отрасль перспективна, или, по большому счету, сейчас мы меняем то, что и так уже есть, и тралов, судов этих достаточно? Нет, почему? Особенно российский траловый флот после того, так скажем, ну, не дна, наверное, да, 90-х годов, вот, сейчас он реанимируется, строятся новые суда, закладываются. Что касается сырьевой базы, действительно, по сравнению даже с 20-30-летней давности, настолько интенсивно вылавливалась рыба, что сейчас ее действительно значительно меньше. Но это, в свою очередь, подталкивает не к тому, чтобы уйти с моря и не добывать морскую рыбу, для того, чтобы совершенствовать как раз те же самые суда и те же самые орудия лова. То есть, траллы становятся больше, горизонтально-вертикальное раскрытие у них больше, суда модернизируются, соответственно. Ну, без рыбы человечество, потому что... Не приведет ли это к тому, что просто в определенный момент нечего ловить будет? То есть, если мы увеличиваем только, ну, собственно, как выловить рыбу, но при этом ее больше не становится, а судов становится больше, логично предположить, что в какой-то момент, как ни увеличивай, просто ее не будет. Не, ну, есть ограничительные меры, в первую очередь, юридические. Та же система квотирования, только сколько угодно судно не может или компания выловить. У нее есть определенная квота. Сверхквоты она выловить не может. И эта квота как раз рассчитывается из того, чтобы обеспечить сохранность и развитие сырьевой базы. Во всяком случае, чтобы вот этот градиент минусовой либо свести к нулю, либо сделать вот как можно меньше, чтобы рыба развивалась, а ждалась. В общем, ваш вердикт как специалиста, отрасль перспективна, данная специальность востребована, и именно для этого здесь и люди могут ознакомиться с этим макетом. Да, безусловно. Рыба кормит человечество. И здесь те люди, которые здесь стоят, непосредственно данный конкурсант, он в том числе. Однозначно. Друзья, это все на самом деле звенья одной цепи. Ну, мы большей частью выращиваем рыбу, а здесь вылавливают рыбу. На выходе получаем, в принципе, одно и то же. Наши граждане едят вкусную рыбу. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Спасибо вам. Так, дорогие друзья, второй стенд Федерального агентства по рыболовству. С нами Александр Алексеевич Недоступ, верно? Он расскажет, что за специальность ребят, которые находятся у нас за спиной. Добрый день. Конкурсанты выполняют трудовую функцию изготовления трала. В данном случае краят, плахи, выкраивают цветные детали для того, чтобы изготовить разноглубинный трал. Работа непростая, ювелирная. Надо сэкономить материал. Надо сделать так, чтобы сечейка, шворка была идеальна, чтобы не было перекосов, потому что трал в процессе эксплуатации может порваться, перетянуться. Работа кропотливая, ювелирная, как я уже сказал. Ну и достойно для нашего молодого поколения, не только, чтобы трудились, работали на благо рыбохозяйственного комплекса. Спросом пользуются? Спросом пользуются. У нас большие наборы. Специалисты нужны? Да, специалисты нужны. У нас строятся новые суда. Конечно же, добытчики, промрыбаки нужны всегда на флоте. И не только на фабриках орудий по постройке. Средняя заработная плата в отрасли? Средняя заработная плата в отрасли больше 60 тысяч, в море 100 тысяч, даже больше. Все зависит от добычи. От судна конкретного фирмы? Нет, как правило, от судна, конечно, зависит, потому что чем больше улов, тем больше зарплата, пай увеличивается. У добытчика главное поймать рыбу. Сделать орудие рыбоводства эффективное, поймать рыбу, принести ее домой в семьи, получить достойную зарплату. Конечно, зарплата высокая. Зарплата высокая. И я правильно понимаю, без ребят, которые следят за непосредственно вот этими орудиями лова, никакой рыбы не будет. Можно вот на предыдущем стенде очень здорово заниматься судовождением. Или будет закинул дед дневот, поймает или нет золотую рыбку. Не факт. Все понятно. Пожелаем ребятам удачи. Александр Алексеевич, спасибо вам большое. Спасибо. Дорогие друзья, мы сейчас находимся в секции, которая посвящена выращиванию рыбопосадочного материала и товарной рыбы. И я рад презентовать вам установки. Установки замкнутого водоснабжения, которые изготовлены нами, непосредственно фермерским хозяйством Акваферма. Кстати, вот можете обратить внимание, на главном, собственно, баннере есть наш небольшой логотип. Это как благодарность за то, что мы посодействовали в оборудовании, которое представлено здесь, на этой секции. Вы видите наше любимое творение, универсальный биофильтр. Видите бассейны. И дальше, собственно, простая система для того, чтобы посетители выставки могли наглядно убедиться в том, что здесь нет каких-то космических заоблачных технологий. УЗВ это не такая сложная система, чтобы как можно больше людей в нашей стране узнало, что рыбу можно выращивать вот в таких незамысловатых установках. Друзья, вкратце еще раз пробежимся, скажем так, по узлам. Магистраль подачи воды. Вода выходит. Здесь, вы видите, струями она подается на небольшой барабан, который крутится на подшипниках. В нем находятся секции и биологическая загрузка. Сейчас она абсолютно белая, система новая. Вода, попадая на биозагрузку, в дальнейшем будет проходить сразу несколько таких этапов обработки. То есть это будет и непосредственно нитрификация, то есть выполнять функцию биофильтра, узел. Кроме того, это будет функция дегазации и, конечно, оксигенации, то есть насыщение воды столь нужным рыбкам кислородом. После этого вода падает в товарный бассейн. В товарном бассейне у нас находится сейчас, видите, здесь форелька. Замечательно себя чувствует. Карпы кои плавают. В нижней части находится узел забора воды. Он расширен специально для того, чтобы более эффективно удалять продукты жизнедеятельности рыб из системы. После чего у нас находится небольшой такой рюкзачок. Это так называемый разрыв, водяной разрыв, для того, чтобы можно было всегда играть уровнями воды и не сильно сложными манипуляциями чистить магистраль внутри вот этой вот трубы, которая у нас непосредственно забирает воду из бассейна. Затем магистраль идет до барабанного фильтра. Давайте пройдем к нему. Друзья, очень такой простой конструкции барабанный фильтр. Открываем. Там у нас вода заходит. Небольшой приямок. В нем датчик для контроля уровня воды. Именно по этому датчику происходит включение редуктора, для того, чтобы барабан начал крутиться. И подача воды на магистраль, форсунок, для того, чтобы сбить грязь с сетки. Переходим к следующему узлу. Это непосредственно сумматор. Водичка после того, как прошла у нас очистку механическую в барабанном фильтре, заходит в этот сумматор. В сумматоре находится ультрафиолетовый модуль для обработки воды ультрафиолетом с целью ее дезинфекции. И дальше находится насос, который отправляет эту воду снова на наши бассейны. Все. Больше ничего сложного, никаких космических технологий. Рыбка себя чувствует замечательно. В системе, подобной этой, очень тяжело убить рыбу. Дорогие друзья, рад представить вам Юлия Казимировна Алдушина. Сегодня представит секцию, которая посвящена выращиванию рыбопосадочного материала и товарной рыбы. Расскажите, что мы здесь можем увидеть. Добрый день. Я являюсь менеджером компетенции по данному направлению. Здесь мы можем увидеть основные модули, которые выполняет рыбовод на своих, на своем, на рыбоводных предприятиях. То есть различные технологические этапы. На сегодняшний день мы можем посмотреть, что сейчас выполняется оценка качества воды, в которой производится выращивание различных объектов аквакультуры. Также есть модули, посвященные первым этапам. Это воспроизводство, подготовка производителей, это инкубация икры. Далее есть модуль, посвященный конкретно уже такому выращиванию рыбы. Это учет, качество, профилактика, диагностика различных заболеваний. Это кормление различными видами кормов на различных этапах. И также это выращивание товарной рыбы. И третий блок, это посвященный уже решению каких-то технологических и технических аспектов. Прежде всего, это различные технические средства аквакультуры. Это также эксплуатация установок замкнутого водоснабжения, поддержание качества воды, поддержание в техническом и оптимальном состоянии всего оборудования. Понятно. На столе, вижу, есть еще инструменты, микроскоп. То есть инструменты, если мне не изменяет память, это связано с их патологией. То есть эти же специалисты проводят нечто подобное, какой-то первичный такой осмотр? Одним из этапов является, прежде всего, диагностика первичной визуализации изначально, а потом уже и диагностика первичная для того, чтобы определить, есть ли у вас какие-то заболевания. И, в принципе, профессия даже на таком уровне квалификации позволяет определить основные этапы, основные виды возбудителей заболеваний. И это можно увидеть при помощи микроскопов, прежде всего. Но также микроскоп нужен еще для того, чтобы оценивать стадии развития икры на разных этапах, чтобы контролировать, есть ли какие-то отклонения в развитии у эмбрионов, у личинок. Это тоже является важным фактором. И эта вся информация заносится в специальную документацию, она четко отслеживается. Ну и законодательством тоже установлены определенные виды документов, которые рыбовод должен вести ежедневно, через определенные промежутки времени, отчитываться по ним. Все эти навыки, компетенции у специалистов, которых выпускает морской колледж, к моменту выпуска присутствуют. То есть они способны весь этот спектр задач выполнять и, соответственно, быть полезным в отрасли. Конечно. Друзья, собственно, это самое нужное нашему фермерскому хозяйству и нашей, так как мы занимаемся товарным выращиванием, нашему направлению, специальность. Поэтому очень радостно, что такие специалисты выходят и будем их стараться хантить, самых лучших забирать себе. Здорово, спасибо, потому что действительно нам нужны специалисты. А мы будем готовить их для ваших потребностей. Для наших и других хозяйств. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Дорогие друзья, мы подходим к следующей секции. Инна Марковна Титова, расскажите, пожалуйста, чем здесь занимаются ребята? Наша компетенция называется обработка водных биоресурсов. В рамках вот этой вот секции у нас молодые сотрудники различных предприятий, где идет переработка рыбы, готовят сегодня как раз модуль приготовления кулинарной продукции. В рамках этих мероприятий у них было задание разработать авторскую рецептуру, которая включала в себя разработку полностью продукции из сырья, которое они получили. И сложность вот этой работы заключается в том, что они не знали, какое сырье у них будет. Но поскольку это опытные технологии, выбрав из ассортимента, видите, кто-то сделал. Что-то пожарили, я так понял, да? Палочки, да, кто-то рыбные палочки, кто-то из морепродуктов сделал шашлыки. Где-то вот у нас там есть стейки, да, есть шашлык в другой форме. То есть очень разнообразные варианты продукции, которые они сделали. Супер. И я правильно понимаю, с этими компетенциями человек выходит из морского колледжа буквально за три года? Ну, вообще, все люди, которые сегодня у нас работают на площадке, это люди с высшим образованием, которые работают на предприятиях технолога. Но когда-то они были студентами, в том числе и студентом колледжа. И их, конечно, сейчас квалификация – это организация производственного процесса. Но без умения делать своими руками продукцию нельзя выпустить новую продукцию в жизнь. То есть эта специальность предполагает именно высшее образование? Нет, это специальность, есть рабочая профессия, когда вы непосредственно на линии технологии. Нет, это профессия обработчика водных ресурсов. Это рабочая профессия. А вот уже техник-технолог – это совсем по-другой. Уже это технология, когда они работают уже на управленческих должностях, а технолог с высшим образованием занимается разработкой новой продукции. Ясно. И правильно понимаю, специальность востребована? Востребована. Хорошо оплачиваема. Ребята с радостью идут учиться? Да. Мы надеемся всегда рады новым абитуриентам. Отлично. Все. Спасибо вам большое, Инна Марканова. Дорогие друзья, вы сами все видели. Стенд Федерального агентства по рыболовству у наших друзей, на мой взгляд, получился очень интересным и информативным. Но понятное дело, что выставка представлена не только этим стендом. Этот стенд – это там пара процентов от всего того многообразия стендов, которые здесь имеют место быть. Часть из них мало имеют отношение к нашей узовой тематике. Но отдельно большой павильон здесь посвящен исключительно вопросам аквакультуры, формопроизводства, вопросам, связанным с различными приборами и оборудованием для выращивания рыбы. Это там и дели и так далее. В общем, огромное количество очень интересных стендов. Поэтому для всех тех, кто в этом году уже не смог побывать на этом мероприятии, очень советую в следующем году его не пропускать. Напомню, это уже пятая по счету выставка SeaFood. Каждый год она проходит. И вот я могу точно сказать, что каждый год ее масштаб, он растет. Постоянно становится еще больше площадей, еще больше участников. Вот, честно говоря, сегодня как вот пришел, так вот, можно сказать, постоянно находимся в состоянии каких-то встреч, разговоров. То есть огромное количество людей, огромное количество очень интересной информации. Поэтому, ну, надеюсь, вопрос такой популяризации этой площадки я решил на своем канале. Поэтому, надеюсь, было интересно. Ставьте лайки, пишите вопросы. Обязательно встретимся с вами. До новых встреч. Всем рыбы!